Мой дом – моя крепость. С этой народной подсловицей не поспоришь, ведь каждый стремится свить свое гнездышко. А уж каким оно будет, зависит от хозяина. Сегодня существует большое количество вариантов, как приобрести, обустроить и обезопасить жилье. Некоторым, особо удачливым, жилплощадь достается по наследству. Кто-то снимает квартиру, а кто-то сам, кирпичик за кирпичиком, выстраивает свой дом. Съемочная группа телерадио компании «Альтекс Медиа» вышла на улицы Артемовского, чтобы поинтересоваться мнением артемовцев о жилье, которое предоставляет им город. Выяснилось, что большинство опрошенных живут в многоквартирных домах и давно приватизировали свои квартиры. Я живу в многоквартирном доме. В большом доме, с большим двором. А вы сами живете в частном доме или в квартире? В квартире. В квартире она у вас приватизирована? Да. Я в квартире двухкомнатная. Она находится в вашей собственности? Да, собственная. В многоквартирном. Я в свой дом не хочу. Вот ни за какие ковришки не хочу. Не знаю я почему. Я жила в многоквартирном доме, потом в свой домик. Сейчас вот снова нет. Я в квартире хочу жить. Я не хочу жить в собственном доме. Даже вот пускай он будет со всеми удобствами, я не хочу там жить. Но есть и такие, кто души не чает в частном секторе. Вы в каком доме живете? В своем или в квартире? В своем доме. Можно долго рассуждать о том, что лучше – жить в центре города в шумной многоэтажке или иметь свой домик с переусадебным участком. Определенного ответа на этот вопрос дать невозможно. У всех людей разные привычки, вкусы и взгляды на жизнь. Ну, это у каждого по-разному. Мне вот кажется, что в своем. Муж у меня жил до этого в многоквартирном, так ему кажется, что в многоквартирном лучше жить. Не знаю, а каждому по-разному. Очень интересным оказались истории артемовцев о том, как им досталось то или иное жилье. А в Булунасе. Можно сказать так, что снимать я не снимал, а в Булунасе тоже в сараях. Улица Механическая. Там тоже паршивое все. Печное отопление. Туалет совместный. Очередь стоит. Вот. Потом здесь получил в общежитии комнату. Вот там в комнате три года прожил. Потом только получил квартиру. Первомайская, 57. Где ЗАГС. Вот там у меня трехкомнатная была и прочее, прочее. А потом сыну оставил, сам уехал в Волгодонск. Там двухкомнатную получил. Разонравилось. Продал. Здесь купил. Копил. Вот и живу. Нам повезло, что нам на свадьбу подарили деньги. Мы купили маленький домик. И мы пять лет прожили в нем. А потом получилось так, что у мужа на работе был. Это, сейчас скажу, 87-89 года. Был самостроен. Они построили вот этот дом сами, как бы, собственными руками. И от производства вот в этом доме, вот два Б напротив, в нем получила. И раньше раздавали квартиру. Вот, получила. А потом по болезни продали ее. И вот эту одну комнатку тут купили. В России всегда пользовалась успехом такая незатейливая услуга, как жилье в аренду. Съемочная группа телерадио компании «Альтекс.Медиа» поинтересовалась мнением артемовцев о том, что же все-таки выгоднее и удобнее – купить и приватизировать жилплощадь или взять в аренду. Я планирую именно снимать квартиру сначала, а потом покупать, когда накоплю денег. Нет, никогда не снимала. У меня всегда совесть была. Одну продала, другую купила. Купить, наверное, так ведь лучше. Купить, она уже будет своя квартира. А съемная, хоть сколько там живи, плати, толку-то мало. Для кого не секрет, что наш город застроен, по большому счету, ветхим и аварийным жильем. Вот там двухэтажки будут. Все. Все. Какие одеты? Ветхие, ветхие. Только двери поменяли и все. Я считаю, что у нас в городе, ну как вам сказать, ну нули это все. Ничего хорошего нету. Новые дома не строятся. Люди стараются, вот что родители, вот допустим, помогают родителям, старо продаются. Бабушки, допустим, умерли. Завещание делал. А ничего не строится для молодежи. Это очень минус для города. Очень много, очень много. Особенно вот на Кировке. Там, как люди-то только живут вот в этих... Уж и на Булныше сколько много очень квартир. Потолок уже даже падает, ну куда годно. И квартиры-то привитизированные. Хозяев нету. И пустить никого не могут, и отремонтировать не могут, и ничего. Привитизировали квартиру, а жить в ней невозможно, они уезжают, а квартира остается. Сколько домов-то таких? Очень такой у нас старый, неуютный дом. Во-первых. Во-вторых, наша компания областная не хочет нам даже крышу починивать. Квартира, вот представляете, с крыши бежит, ставит ведра, ставит эти самые. Это уже не первый год, и никто нам ничего не делает. Сами жильцы должны заботиться о том месте, что зовут таким родным и теплым словом дом. Ведь если всю жизнь ждать от кого-то помощи, то можно с легкостью не заметить, как в этих обшарпанных стенах с обвалившимся потолком вырастет новое поколение. Ну а кто в квартире живет, они ведь сами, все равно сами все делают. Вот у нас квартира муниципальная, она у нас не привитизированная квартира. Но ведь мы все равно все сами делаем. Надо счетчики, мы счетчики сами отремонтировать. Там что, хоть трубы, хоть крышу, хоть что мы вчера, но сами делаем. Потому что это мы тут живем, это наше. Все мы сами, уборку делаем сами, подметаем сами. Все, это всю зиму убираем снег сами. То есть вот жильцы, у нас трое живет в подъезде, в том подъезде тоже это самое, точно так же убираем сами. Никто нам ничего не делает. Ну, компания, мы предъявляем претензии, то есть приезжаем и вызывали сюда, это самое, разговаривали с нашей женщиной, это Микушкина, она Микушина. Вот, нет никаких этих. А хотя у нас хорошо берут эти самые общедомовые, а дом-то 37-го года. И как бы, мы не знаем даже, куда написать. Потому что я говорю, вроде бы съезжать-то некуда уже. Вот у меня так даже года уже, куда съедешь. А и остальные точно так же. Куда поедешь, если уже тут годами живем? В плане ремонта, внутри это хозяин. От хозяина зависит, внутри. Осторожен, это уже УК. Каждый дом через 25 лет встает на капитальный ремонт. А сейчас капитальный ремонт, посчитали вот по этой новой программе, мой дом будет ремонтироваться в 25-м или в 39-м году. Короче говоря, вот дожить бы до этого времени. У нас много было раньше предприятий, но они не восстанавливаются, ничего нет. Вот покупают вещи, перепродают, а свое-то мы ничего не вырабатываем. Такие площади кругом, и пьем искусственное молоко. Я считаю, что надо начинать с дорог, потом все остальное. Это плохо, когда запинаешься, идешь, подъезда не может подойти. Ни парковки, ни машин толком, ничего нет. Не знаю, это все от головы. Рыба гниет с головы. И правда, рыба гниет с головы. Так может, мы виним в бедах Артемовского совсем не тех? Мы в этом году ездили на фестиваль в Болгарию. Вы знаете, там какая чистота. У нас вот эта вот чистота, мы были поражены. Но там, где прошли русские, там прошли русские. То есть и дети, и взрослые могут окурок бросить, могут бумажку какую-то бросить. Сами болгары нет. Они очень чистоплотные. Нас в деревню возили, в деревню. А вот у нас мы ходим и говорим. Вот даже мусорка приходит, вот это самое сюда приходит, мусорка три раза в неделю. Вот чтобы прийти и выбросить. Да, ведь в одно время мусорка ходит. Нет, мы навалим вот здесь, в центре города, мы навалим тут такие кучи. Вот это меня вообще убивает. Убивает то, что люди, может, действительно с детства. Вот идет ребенок. Вот у меня внука даже маленького взять, шесть лет. Он идет, конфетку, например, дорога съел. Бабушка, возьми фантик. Все я в карман положила. Идет женщина. Так, поела что-то, выбросила. Женщина, ну зачем вы так? Вот недалеко мусорка взяли, выбросили. Надо тебе выброси. И таким вот, даже неуважение. Наш город – это наш дом. А как выяснилось, всякий дом хозяином держится. Так, может быть, стоит перестать перекладывать ответственность за благоустройство домов и города в целом на плечи органов власти и самим задуматься о своем будущем.